И теперь новости спорта. Хоккея много не бывает, решили в Наринмаре и организовали вторую в истории региона ночную лигу. В ней играют непрофессиональные спортсмены, просто любители, которые днем работают. В этом сезоне за главный приз в путевку на финальный этап в город Сочи борются четыре команды. Это пингвины, север, полярные волки и наутрод. В НХЛ накануне подвели итоги первого тура, всего их четыре. Мой коллега Олег Катанзийский лично отметил, накал страстей на матчах ночной лиги не уступает накалу в ведущих чемпионатах. На часах 21.00 многие люди уже в это время ложатся спать, но только не эти ребята. Для них это время выхода на лед. Впрочем, название турнира оправдывает – ночная лига. Они борются, они стремятся, они забивают в свое удовольствие, вне работы. И таких в России полно. От Калининграда до Сахалина. Первый этап НХЛ особых сюрпризов для любителей хоккея не преподнес. Расположение команд в турнирной таблице очевидное. Первые пингвины – это победители прошлого сезона. Вторые – «Полярные волки». Третьи – «Нао Труд» замыкает список команда «Север». Этот матч – открытие тура второго. Клюшки скрестили «Полярные волки» и «Север» – ветераны и новички. В первом туре команды на льду уже встречались. Бегали, боролись все, но забивали только одни. «Полярные волки» тогда разгромили соперника с неприличным для хоккея счетом – 18-0. Сегодня «Север» хочет взять реванш, однако уже первые минуты матча доказывают – не получится. 1-0, 2-0, 3-0, дальше больше. Итоговый счет – 12-1 в пользу «Волков». «А это наша игра такая, не собранная. Так играем. Но пока у нас команда молодая сейчас, только-только мы создали ее. Вот друг к другу привыкаем пока». «Ночная хоккейная лига» объединяет многие дворовые команды. Тех, кто играет не на профессиональном уровне, но с большим желанием. В Наринмаре этот турнир проходит уже во второй раз и с каждым годом есть определенный прогресс. «В том году тоже у нас было 4 команды, так как у нас численность населения Невского автономного округа не позволяет создать больше команд на данный момент. Но стараемся». «И все же видно, что прогресс идет?» «Прогресс, конечно, прогресс есть. Прогресс ощутимый. Ребята прибавляют с каждым годом». Здесь нет подставных матчей и подавок. Такая интрига, как на самых настоящих кубковых баталиях, отечественные НХЛ. И все это не ради призов или денег, а просто для себя и хоккея. Они приходят играть в свободное от работы время. При этом каждому, кто на льду, не меньше 40. Правила здесь такие. «Ну, конечно, да. Если, допустим, тебе по 50, а кому-то чуть меньше. Наверное, но пока еще тренируемся, хватается». «Но все же что заставляет выходить на лед?» «Ну, любовь, наверное, к хоккею именно. Ну и вообще двигаться как-то надо». На каждом матче присутствует поддержка. Родные и близкие приходят поболеть за своих мужей, отцов и даже дедов. Без лозунгов и плакатов, конечно, но в душе переживают за каждую ошибку хоккеистов из любимой команды. «Мы поедем за, ну, запаянных волков». Впереди у команд еще несколько десятков напряженных матчей. «НХЛ» сейчас только в самом разгаре. Ночная лига завершится в конце марта следующего года. Затем команда победителей отправится защищать честь нашего округа в Сочи. Там все намного серьезнее. Туда съедутся лучшие любительские команды со всей страны. Олег Танзейский, Дмитрий Лукевич, Игорь Рочев, Телеканал «Север».